Я студент с научным образованием. Большинство религий в этом мире провозглашает, что людей создал Бог. Но наша эволюционная наука утверждает, что люди произошли от обезьян. Во что мне верить? Кому вы чувствуете себя ближе? Будучи человеком, я думаю, что я эволюционировал от людей. Смотрите, если вы из тех, кто находится на задней передаче, вы должны выбрать первый вариант. Верующие говорят вам, что вы пришли от Бога, и поскольку вы идете в этом направлении, вам лучше не идти в направлении обезьян. Возвращайтесь к Богу. Но, если вы планируете эволюционировать, тогда лучше пойти с Дарвином. Потому что есть ли место для эволюции для вас, или вы уже суперэволюционировали? Это вопрос. Есть место для эволюции. Если есть место для эволюции, это означает, что есть возможность стать лучшим человеком, чем вы есть сегодня. Так что, если вы идете вперед, идите с Дарвином, если вы на задней передаче, идите с Богом. Да, потому что, если вы хотите пойти по этому пути, это требует преданности. Преданность означает... Слово преданность происходит от слова растворения. Вы хотите раствориться в своем объекте преданности, чем бы это ни было. Вы хотите раствориться в этом. Так что, в каком-то смысле, это способ сделать себя все меньше и меньше, чтобы вы стали буквально ничем. Это прекрасный способ жить. Это звучит не очень хорошо, когда вы говорите, что хотите стать все меньше и меньше. Нет, нет. Когда вы становитесь действительно ничем, вы становитесь безграничным тоже. Так что преданность – это один из путей. Но у вас ее нет, потому что вам пришлось немного пройти через современное образование, и вы начинаете мыслить логически. Ну и, поскольку вы мыслите логически, естественно, вы видите, что жизнь эволюционировала на этой планете. В этом нет никаких сомнений. Поэтому, если вы хотите идти вперед, вы должны видеть, что прямо за вами находится обезьяна. Один шаг назад, и вы будете там же. Вам лучше быстрее двигаться вперед. Ведь некоторые ученые говорят сегодня, что разница в ДНК между вами и шимпанзе составляет всего 1,23%. 1,23% – это небольшая разница, не так ли? Всего один пункт. Если вы недовольны 1,23%, вы должны ускорить свою эволюцию. Вся система йоги – вот в чем. Как ускорить вашу эволюцию. В каждом аспекте того, кто вы есть, как ускорить ваш процесс. Теперь, когда вы говорите об эволюции, что бы там ни говорил Чарльз Дарвин, коза могла бы стать жирафом. Это заняло бы миллионы лет. Свинья могла бы стать слоном, но это ушло бы множество миллионов лет. И обезьяна стала человеком. И это произошло довольно быстро. До такой степени, что антропологи говорят, «Где-то должно быть недостающее звено». Все произошло довольно быстро. Итак, чтобы произошла эволюция, когда вы были обезьяной, вы не желали «я хочу быть человеком». У вас нет такого желания. Просто природа подтолкнула вас. Это просто жажда жизни. Это на автомате. Просто жизнь жаждет стать лучше. А там и оба сюда. Только представьте себе объем проделанной работы. Невероятно, правда? Сколько бы времени не потребовалось от одноклеточного существа до человека. Какой огромный объем работы. Но теперь вы оказались в пространстве, где ваша эволюция должна быть сознательной. 15 тысяч лет назад, более 15 тысяч лет назад, Ади-юги сказал так, когда семь мудрецов спасили его. Его семь учеников задали такой вопрос. Как произошла жизнь? Вы слышали о девяти аватарах? Кто это? Матсия, Курма, Вараха, Вамана, Нарасимаха, Парашурама, Рама, Кришна, Будда, Хархи. Так, пожалуйста, посмотрите, что он говорит. Это очень похоже на то, что говорит Чарльз Дарвин. Сначала это рыба, Матсия, аватара. Затем амфибия, черепаха. Затем он пропускает все другие мелкие формы и приходит к млекопитающему. Первое млекопитающее, о котором мы говорим, кабан или свинья, труднее всего убить кабана, потому что он очень укоренен в теле. И по сей день, если вы будете плохо себя вести, девочки скажут, он как свинья. Да или нет? Итак, что-то очень грубое. Вы говорите, что это похоже на свинью? Итак, первое животное, млекопитающая свинья. Что дальше? Нарасимха. Нарасимха означает получеловек, полуживотное. Далей Вамана означает карликовый человек. Затем Парашурама, полноценный человек, но взрывной и неконтролируемый, изменчивый. Следующий Рама, мирный человек. Следующий Кришна, любящий человек, увлеченный человек. Следующий Будда, медитативный человек. Следующий должен быть мистическим человеком. Речь не идет об отдельных людях. Просто эти люди используются как вехи. Такова природа развития жизни. Во многих отношениях это идет параллельно дарвиновской теории эволюции. Дарвинской теории эволюции всего 152 года. Адийоги говорил об этом более 15 тысяч лет назад. И, естественно, следующий вопрос. Можем ли мы революционировать дальше? Потому что вы понимаете. Вы понимаете это сейчас, когда хотите подготовиться к экзамену. Вы хотите иметь немного больше мозга. Да? Это происходит или нет? Поэтому, естественно, вопрос. Могу ли я развиваться дальше? Одно одноклеточное животное может стать таким. Могу ли я пойти дальше? Итак, Адийоги сказал об этом. Современный невролог говорит то же самое на другом языке. Адийоги сказал, принимая во внимание природу, солнечной системы и арифметику, путь планеты, луны и солнца, Эти три очень важны, потому что вся айгическая система крутится вокруг этих трех аспектов. Эти три имеют значительную роль. Если только фундаментально, что-то в солнечной системе не изменится. Он сказал, ваше тело не может развиваться дальше, но вы можете развиваться сознательно. Когда мы говорим, что можем развиваться сознательно, я могу показать вам, или мы можем взять вас для эксперимента, если вы готовы. Да. Мы можем включить вас в какие-нибудь занятия и показать вам, что ваша основополагающая генетика изменится в течение трех-девяти месяцев, сделав определенные вещи с вашей системой. Если вы уверены, если вы готовы отдаться определенной дисциплине, сама ваша генетика может быть изменена, ваш уровень интеллекта может быть изменен, то, как вы воспринимаете жизнь, может быть изменено. И он сказал, вы можете развиваться сознательно, но физически вы не можете развиваться, пока что-то не изменится в планетной системе. Современные неврологи говорят нечто похожее. Итак, если вы собираетесь идти вперед, убирайте Дарвина. Если хотите вернуться назад, позади неплохое место. Если вы хотите вернуться назад, не думайте, что это негативная вещь. Нет. Если вы хотите раствориться, идите к Богу. Если вы хотите развиваться, это один из способов. Это два разных способа делать одно и то же. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!